Добрый день. ДНАО куб это общее название трех видов головоломок, который совмещает в себе свойства зеркальных кубиков, 200 кубиков и какой-то еще. В данном случае фишер, здесь мельница или windmill. Есть еще такая же вариация с кубиком 3х3, но ее в продаже почему-то нет. Несмотря на замысловатую форму, собираются они достаточно несложно. Сейчас я покажу, как это делать на примере именно этих двух головоломок. Начнем с мельницы. В перемешанном состоянии выглядит вот так. Благодаря тому, что все элементы одноцветные, некоторые есть одинаковые, поэтому крест будет собирать достаточно легко. Находим самый длинный центр. После него уже стоят два элемента. Видим, и пусть они стоят, это будет крест. Надо поставить еще два. К примеру, поставим вот такой. До неправильной формы вращается достаточно туго. К примере неудобно. Так, вот это как бы крест. Но центр здесь не симметричный. Мы видим, что с этими усами креста они не совпадают. Неплотно подошли. Поэтому, как обычно, во всех 3х3 подобных головоломках их развернем. Выведем ребро наверх, повернем в сторонку и какой-то стороной повернем центр. На ощупь определяем, подошло или нет. Видим, что нет. Повернем еще. Опять нет. Ну а теперь вот стоит правильно. Так, один ус мы правильно установили. Проверяем следующий. Здесь вот тоже стоит неверно. Повторяем процедуру. Нет. Ну а теперь хорошо. Здесь тоже не совпадают. Вот. С первого раза получилось поставить правильно. Ну и четвертый центр. Вроде ровно. Вот это уже теперь правильный крест. Дальше, как и в кубике 3х3, нужно собрать первый и второй слой. Поскольку углы все одинаковые и ребра все одинаковые, это делается достаточно просто. Можно ставить по одному элементу. Можно сразу угол и ребро методом F2L. К примеру, видим вот угол, а вот ребро. Попробуем сначала трехходовкой. Но видим, не совпадает. Значит, это не трехходовка, а одноцветная пара. И вот получилась пара. Вставляем на любое свободное место. Головинки получились достаточно острые. Поэтому брошу я немного медленно. Видим, здесь тоже стоит пара. Вот. Все хорошо собирается. Мы уже узнаем форму. Но если вы не умеете собирать методом F2L, можно также собрать отдельно углы и ребра. Давайте попробуем. Вот, к примеру, угол. По методу для начинающих. Вот это как бы белый цвет, который смотрит вверх. Угол встал на место. Осталось поставить ребро. Видим, ребро такое. Пробуем. Все хорошо подошло. Но если не подошло, то можно попробовать с другой стороны его установить. Так. Ну и сюда еще одно ребро поставим. Так. Два слоя собраны. Дальше нас встречает OLL. Мы видим. Легко догадаться, что это обычная палка. Делаем фронт. Пиф-паф. Фронт стрих. Все как в обычном кубике 3х3. Ну и теперь можно либо методом для начинающих повернуть головоломку таким образом и пиф-пафами развернуть. Либо сделать OLL рыбка. Ну или какой у вас там получится. И видим, что собрав OLL мы получили всю собранную головоломку. Это происходит из-за того, что на третьем слое также есть много одинаковых элементов, а именно все одинаковые ребра и все одинаковые углы. То есть, когда мы их сориентировали, они сразу стали в нужное положение. А переставлять их смысла нет, поскольку они, естественно, одинаковые. Ну так и собирается дна мельницы. Соберем теперь фишер версию. Делать будем все то же самое. Сначала крест, потом первый, второй слой и OLL. Видим вот самый длинный центр. Давайте с него начнем. Одно ребро. Второе ребро. Вот я вижу третье ребро. Три уса креста есть. И нужно еще один. Так. Неправильный крест собран. Осталось развернуть центры. Так же, как и в предыдущей модификации. Поднимаю наверх. Отводим в сторонку. И подбираем, какой стороной нужно поставить центр. Вот здесь получилось с первого раза. Возвращаем на место. Повторяем процедуру. Все блестит. Видно плохо. Так. Вроде бы получилось. Здесь проще на ощупь проверять. Так. Вот этот. Он почти правильно стоит. Но если присмотреться, то все же нет. Тут есть зазорчик. Вот теперь лучше. Так. Ну. Все. Вроде бы крест теперь правильный. Так же собираем первый слой. Так же собираем второй слой. Сразу можно заметить, что вот стоит ребро и угол. Угол стоит верно, а ребро нет. То есть, ребра, они не симметричны. А значит, псевдопаритета даже на Fischer версии здесь не будет. Поэтому находим какие-нибудь углы. И потихоньку ставим их по местам. Вот еще угол. Углы все одинаковые. В каком порядке их ставить, совершенно не важно. То есть, три пиф-пафа, как из метода для начинающих. Вот еще угол. Один пиф-паф. Так, углы все стоят. Давайте поставим ребра. Ну, смотрим. У нас получается вот у этого ребра более широкая часть. Вот более узкая. Более узкая должна быть направлена в сторону того места, куда мы хотим его установить. Вот, к примеру, сейчас это ребро. Хочу поставить ее сюда вправо. Отвожу в сторону. Делаю стандартный алгоритм. Смотрю, у меня вот пара получается. И устанавливаю ее на место. Ну, все это интуитивным способом можно выявить и самому. Опять, вот ребро. Более узкая часть. Значит, пойдет она сюда. Ну, и тут мы как раз увидели, что все-таки один центр я поставил не так. Ах, вот он. Сейчас это стало очевидно. Надо это срочно исправить. Вот, теперь, наверное, лучше. Да. Ну, тем временем мы немножко разрушили весь угол. Вернем на место и продолжаем делать то, что делали. Вот. Более узкая часть справа пойдет сюда. Пара. Вот еще ребро. Более узкая часть слева. Но слева у нас уже есть ребро. Поэтому передвинем сюда. Здесь ребра нет. Делаем алгоритм. Так. Ну, и осталось у нас одно ребро развернуть на своем месте. Для этого мы можем либо поставить вот это ребро сюда, тем же способом, и потом его вернуть на место, но уже в правильной ориентации. Либо воспользоваться формами и в той. ОВЛ. Например, вот так. Вот что-то получилось. Мы собрали первые два слоя. Теперь остается брать ОВЛ, и сборка будет закончена. Мы видим здесь алгоритм, который называется «Воздушный змей». «Воздушный змей». Давайте все-таки сделаем по методу для начинающих. То есть это как бы галка. «Воздушный змей». Один прямой пиф-паф либо два обратных. Кому как нравится. И получаем крест. Видим алгоритм глаза. Давайте по методу для начинающих доделаем. То есть это как бы смотрящий назад уголок. Делаем два пиф-пафа. Обратите внимание. Нижнюю грань можно крутить как угодно. Ничего не поменяется. Вернемся все-таки. У нас уголок встал правильно. Подворачиваем следующий. Здесь остается там четыре пиф-пафа. И все. Фишер и версия тоже собраны. То есть обе эти головоломки очень простые. Сложность заключается только в том, что у них острые элементы. И они такие блестящие, что в глазах рябит. Просто аккуратно, не спеша они собираются по простым алгоритмам 3 на 3. Нет здесь никаких паритетов, псевдо-паритетов. Ничего нет. Но они выглядят очень ценно. И будут хорошо смотреться в любой коллекции. А на этом все. Тренируйтесь и все у вас получится. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok